С 1 января этого года некоторые региональные социальные пособия проиндексированы на 4%. Это касается в том числе выплат многодетным семьям на питание и проезд детей в общественном транспорте. Внесены изменения в закон о выплатах при рождении первого ребенка. Речь идет о детях, которые родились с 1 января 2018 года. Деньги выплачивали до полутора лет. Теперь пособия будут предоставлять до достижения ребенком трех лет. Если вот ребенок родился с 1 января 2018 года и полтора года ему исполнилось уже в июле 2019 года, и мы выплаты эти прекратили, так вот я обращаю особое внимание, те, кому выплаты прекращены в связи с достижением полутора лет, необходимо обратиться в Управление социальной защиты для выяснения, имеют ли они право для восстановления этих выплат. Выплаты назначают, исходя из дохода. Ранее средства выделяли при условии, что среднедушевой доход семьи за предшествующий обращению год не превышал 15 463 рублей. С 1 января эта сумма составляет 22 496 рублей. Каждый год семьям, получающим эту соцподдержку, нужно подтверждать соответствие критериям. Также произошли изменения, касающиеся выплат на третьего ребенка. При рождении третьего ребенка мы выплачивали пособие в размере 9 009 рублей. А вот с 1 января 2020 года размер этот 9 355 рублей составляет. И также критерием стал доход 22 396 рублей. А до этого это было 30 тысяч. 30 тысяч было у нас, 741 рубль. При рождении или усыновлении четвертого и последующего детей пособие назначат при условии, что ранняя семья этим правом не воспользовалась. Меры социальной поддержки предоставляют со дня обращения. Есть изменения для ветеранов труда и ветеранов труда Нижегородской области. Изменен критерий нуждаемости. Сейчас он составляет 23 736 рублей. Граждане, чей доход ниже этой величины, получат 50% компенсацию при оплате услуг ЖКХ. Это произойдет автоматически. Узнать подробную информацию о выплатах, которые выделяют разным категориям граждан по линии соцзащиты, можно по телефону 98 126. Полностью интервью Натальи Тимченко смотрите в эфире телеканала Саров-24. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.